Привет, друзья! Сегодня у нас будет первый в данной тематике ролик, то есть до этого мы делали cool story bob, до этого мы делали просто влоги различные, до этого я выпускал ролики с дотой, но сейчас у нас будет именно подкаст, именно смысловой, долгий. Я просто сяду и на протяжении часа буду излагать мысли по отдельной ситуации или отдельной ситуации, которая произошла со мной, отдельной ситуации, которую интересно было бы послушать на уровне включили, едете в тачки, слушаете, включили, играете в доту, слушаете, включили, просто кушаете, слушаете или слушаете и общаетесь в контакте. То есть тут были в основном только мысли. Если я вам нравлюсь только как дотер или, может быть, только как блогер, вам не нравится данная рубрика, пожалуйста, просто не смотрите, потому что эта рубрика будет записываться только для души. В будущем, возможно, я... ведь возможно, в будущем это будет использоваться для меня как дневник. Зачастую очень трудно людям вести дневники, трудно просто встать и записать на протяжении 20 минут что-то, куда проще сказать, особенно мне, человеку с моим почерком. Хотя зачастую люди считают, что дневники можно вести все-таки в компьютерах, но я предпочитаю дедовские методы. Ну ладно, давайте перейдем чуточку на другую тему. Сегодня самый первый у нас вступительный ролик. Название я придумаю, и вы сами видите название, когда оно выйдет. Первый ролик у нас будет по очень-очень простой теме. Это наши мечты. Почему я о них сейчас захотел поговорить? Сейчас я нахожусь в одном очень отдаленном городе от своего дома, то есть до этого я был в Ярославле, потом поехал в Питер, и меня занесло в такой город Кингисепп. Это под Питером. Там несколько часов на электричке ехать, но не столь важно. Я сейчас нахожусь в месте, где нет интернета. Я нахожусь в этот момент совершенно один, потому что мой друг уехал на работу, я прочитал уже все книги, которые у меня есть, у меня все игры, которые я могу запустить, они находятся сейчас в оффлайн-режиме, потому что мне не запустить Steam, а они заходятся только через Steam. И по сути мне нечего делать. И я подумал, почему бы просто не сходить погулять, как бы это тупо не звучало. Сходил погулял и понял, что, черт, жить на протяжении одного-двух дней, это очень тяжело одному. То есть я привык, что ежедневно со мной кто-то общается, ежедневно есть какой-то коммуникейт. И знаете, когда вы остаетесь один на один с собой, вы понимаете, насколько же люди все-таки одиноки. Как бы это глупо не звучало, каждый, каждый из нас человек одинок. Будь вы суперпопулярный видеоблогер, будь вы суперпопулярный человек, будь вы постоянно находитесь среди общения, вы, может быть, продавец, или, может быть, вы просто любите ходить в метро и играть на гитаре. Но знаете, что нас очень сильно сближает? То, что каждый из нас в один момент в своей жизни просто становится... Ему становится страшно, потому что он понимает, что рядом никого и ничего нет. Рядом многие скажут, у меня есть лучший друг, у меня есть подруга, у меня есть девушка. Знаете, жизнь такая штука, мне 21, я совершенно не мудрый, взрослый, те, кто меня взрослее, можете меня сейчас обматерить и так далее. Я лишь пытаюсь изложить все мысли и объяснить, что люди приходят и уходят. И знаете, что самое грустное, что я это понимаю только в 21 год. Мне это не объяснил никто из моих родственников. Если бы у меня был наставник, который мне говорил, Дэн, не привязывайся к людям, Дэн, не раскрывай людям душу настолько сильно, чтобы они не смогли в нее ударить, то, скорее всего, этого ролика бы и не было, потому что это было бы для меня очевидным. Но, увы, только в 21 год мы познаем тяжелые уроки жизни, понимаем, что мы очень одиноки. Ну, наверное, эта тема уже будет отдельная для ролика, если хотите, можно в комментариях. Я же продолжу по мечтам. Значит, давайте я начну с самого детства, ролик будет около часа, и нам будет интересно, мне будет интересно рассказать, может быть, кому-то будет интересно послушать. Я буду рассчитывать, что хотя бы тысяч пять наберет данный ролик, но это много. Ну, то есть, ребят, вы когда-нибудь мечтали? То есть, не просто я хочу быть космонавтом, когда идете в садик, или, может быть, не просто, когда вы говорите, ну, я стану великим гитаристом или баскетболистом, я пойду, я буду врачом и получу там Нобелевскую премию. А что-то такое, что вы действительно хотели прям, то есть, вы знали, что вы будете идти к этому всю жизнь, а не просто мимолетно об этом подумали. Я сейчас хочу принести вам некоторый свой пример, это будет очень полезный ролик для людей, которые младше 18 лет. Почему? Потому что раньше в меня никто не верил, и я бы хотел вам доказать, что, ребята, нужно самому верить в себя. Очень часто мне пишут, мол, Дэн, расскажи, вот, посоветуй, стоит ли бросить учебу ради доты, стоит ли бросить учебу, чтобы заниматься этим, этим, этим. Друзья, давайте начнем с того, что же такое учеба. Школа, универ, то есть, начинаем с садика. В садик мы приходим, мы социализируемся прежде всего. В садике мы учимся общаться с детишками, ну, то есть, мы сами детишки, учимся общаться с детишками. Мы понимаем, как все устроено, мы понимаем, что мы маленькие, есть взрослые. И нас так просто держат в узле на протяжении всей нашей жизни. Но в идеальной вселенной, я думаю, ну, мне, по крайней мере, кажется, что не должно быть иерархии, которые должны разделяться путем возраста, пола, мировоззрения, богатства. Все должны быть равны, и тогда жизнь была бы абсолютно гармоничной. Но нас в детстве учат подстраиваться под систему. И, окей, нас научили в детстве, но недостаточно. И что идет после этого? Идет вторая стадия, это школа. Школа нас также социализирует, но при всем этом она дает нам базовые уроки жизни. Условно, многие из нас, не я, в школе первый раз влюбляются. Причем влюбляются так, что болит сердце. Я думаю, все это чувства проходили. Многие из нас в школе первый раз дерутся. Многие в школе получают какие-то серьезные травмы первые, очень серьезные уроки жизни. Многие в школе начинают работать, богатеют. Многие в школе теряют родных. Многие в школе, пока учатся, получают братиков. То есть происходит огромное количество вещей, которые с нами происходят. И мы проходим вот эту первоначальную закалку, которую, по-моему, абсолютно каждый человек должен пройти. Потому что человек, который просто пропускает школу, он абсолютно не способен жить после этого в жизни. Но нам хватает для этого 7, 8, 9 классов. Почему я это понял? На протяжении первых 7 лет в школе я очень сильно переживал после того, как получал двойки по некоторым предметам. Я получил двойку в пятом классе по русскому и математике. Я получил двойку в седьмом классе по биологии и химии. Я, точнее, по биологии. В восьмом классе по биологии и химии. В девятом классе по русскому и математике. В десятом классе все обошлось. В одиннадцатом классе, в первом полугодии я получил двойку по биологии, которую сдавал. То есть, чтобы вы понимали, я был абсолютный двоечник. Но при всем этом это не помешало мне научиться грамотно разговаривать. Это не помешало мне поступить в вышку. Как бы вы там ни смеялись, мол, ты ее не закончил. Ребят, закончить учебу в России очень просто. Вам просто нужно высунуть язычок и делать плоскательные движения в области некоторых промежностей ваших преподавателей. Если же вы просто очень-очень умный, то зачастую у вас требования выше, чем с тех, кто лижет. Надеюсь, вы поняли, о чем я. Вот, безусловно, есть различные учебные заведения, в которые вы можете пойти, в которых требования будут гораздо выше. Я имею в виду всякие МГУ, МГИМО. Я имею в виду различные медицинские университеты, которые требуют огромного труда. Я имею в виду некоторые физико-математические университеты. Огромное количество хороших университетов. Но в России их гораздо меньше. В России их единицы. И простят меня все те, кто взяли это на свой счет, учась в хороших учебных заведениях. Но все те, кто идут учиться ради того, чтобы учиться, данный ролик будет для вас. Как опровержение того, что вы делаете что-то не так. Может быть, конечно, вас устраивает рутина, которая будет вас ввергать вот эти крысиные бега на протяжении всей жизни. Вы будете ежедневно просыпаться только с одной мыслью. О, блядь, быстрее бы мне отдать. Прошу прощения за вас, кстати, не хотел в этом ролике вообще материться. Ох, черт, опять мне придется оплатить за коммуналки. О, блин, у меня опять порвались кроссовки, нужно купить новые. О, блин, кому-то надо подарить подарок на Новый год. О, блин, прикольно. 23 февраля подарю-ка я подарочек. О, мне нужно купить поесть сегодня. И вы проживаете всю жизнь мысля простыми категориями. Вы просто хотите разбогатеть, но когда вы богатеете, в этот же момент увеличиваются ваши траты. И вы всю жизнь проживаете на одном и том же уровне, не думая о том, что можно развиваться. И именно этому вас учат университеты и конечная школа. Они учат вас присмыкаться. А я же не говорю... Безусловно, можно учиться, как я, до 11-го, можно идти в вышку, можно идти и дальше. Но если это вам понадобится... Например, почему я очень серьёзно затрил внимание на школе? До 7-го класса я просто присмыкался. В 8-м классе я начал показывать зубы. И мне начали по этим зубам бить. Я имею в виду с точки зрения метафоры. Это было всё очевидно. Я говорю, зачем мне читать данное произведение, которое абсолютно никак... То есть, зачем мне учить Маяковского только потому, что он мейнстримный? Безусловно, там есть интересные идеи. Но эти идеи можно подчеркнуть из эзотерики. Да, конечно, я в то время не читал эзотерику. Да и помимо этого, в то время мне не нужно было читать эзотерику. Нет, возможно, мне нужно было бы. Но, как сейчас я смотрю на себя с того момента, я занимался баскетболом. Я проводил по 12 часов в день на площадке. Помимо этого, я бегал, окачался, отжимался, делал всё для самосовершенствования. Я мечтал играть баскетбол профессионально. Я мечтал сражаться за различные титулы. Я мечтал стать лучшим как минимум где-то. Я хотел стать сначала лучшим в городе, без проблем. Я хотел стать потом лучшим в области. Случилось. И потом уже, когда я поступил в вышку, я уже чуть позже скажу, что произошло. Значит, в школе били по зубам, были огромные проблемы с учёбой, мать переживала. Но знаете, очень часто, когда вы приходите со школы домой, вы боитесь того, что родители к вам как-то отнесутся. Мол, блин, опять они меня будут ругать за то, что я что-то сделал не так, как нужно. Но что такое нужно? Вот эти шаблоны общества, они настолько заезжены, что ваши родители привыкли к ним и будут вас чмырить, прямо скажем, за то, что вы делаете что-то не так, как все. А это ужасно. Это ужасно с точки зрения родительской. И поэтому я против русского менталитета присмыкаться. Я лишь хочу сказать огромное спасибо своей маме, потому что именно она дала мне возможность жить самому. В то время, когда в школе всех детей, когда они косячили, вызывали родителей, моя мать говорила, Дэн, разбирайся сам до момента, пока мне действительно не нужно будет прийти. И такие моменты случались, ну, очень редко, когда я уже конкретно прям, ну, матерился с преподами на них, а не на меня. Да, такие ситуации были в школе, но при всем этом они не столь значительны, как, там, условно, знаете, получил двойку, говорят, мама, в школу. Я говорю, окей. Прихожу, говорю, мама, я, типа, двойку получил, я в школу вызываю. Ну, и ладно, типа, решай сам проблему. Сдашь? Я говорю, сдам. Ну, в итоге получал там либо двойку, либо сдавал, но зачастую сдавал. Получал двойку только тогда, когда действительно не хотел присмыкаться, я хотел доказать свое «я» вот это. Я хотел показать, что для чего мне ИЗО? Вот зачем мне ИЗО, когда я играю в баскетбол? Объясните, пожалуйста. И мне вот все говорят, да, ну, рисую хоть что-то. Я не хочу рисовать. Вас учат делать то, что нужно, но не то, что нужно вам, а то, что нужно им. Им нужно, чтобы вы попробовали прессовать себя и так далее. Но если я попробовал и не понравилось, вам нельзя зацикливаться на чем-то, потому что люди, опять же, привыкли к тому, что им страшно меняться, им страшно придумывать в своей жизни что-то новое. Я же считаю, что каждый из нас, кто меняется, он становится сильнее. Представьте ситуацию. Вы никогда в жизни не умели плавать. И вы просто летом идете и прыгаете, ну, прыгаете с друзьями с моста глубиной условно метра два. И вы понимаете, что вам нужно плавать. Этот страх в груди, когда вы не умеете плавать, когда вы пытаетесь вынырнуть. И вы выплываете. Что вы будете чувствовать в первые 30 секунд, когда вы выплывете? Страх? Или, может быть, холод от воды? Может быть, боль от удара в воду, потому что первый раз прыгали и не знали, как это работает? Нет. Вы будете чувствовать огромное удовлетворение от того, что вы перебороли свой страх. Я же все-таки приверженец того, что именно такие моменты — это и есть жизнь. Жизнь — это не просто просыпаться, идти на работу. Опять же, работа бывает та, которая нравится. Моя мама — учитель, ей нравится преподавать. Есть люди, которым нравится готовить, они работают поварами. Но есть те, кто работают ради денег. Те, кто считает, что деньги решат их жизненные проблемы. И вот, знаете, в таких ситуациях я хочу помочь каждому, кто столкнулся с этой проблемой или, может быть, увидел будущее свое, вот именно в этих словах, которые я сказала, что вы будете работать на деньги. Друзья, мечта заключается в том, что... Первое. Я считаю, что каждый из нас должен прямо сейчас, кто хочет чего-то добиться, написать это на бумажке. У меня есть ежедневник, в который я написал свои мечты. И, пожалуйста, не говорите никому о том, что вы туда написали. Берете бумажечку, последний листик, не бумажечку, ладно, берете книжечку. Желательно купить ежедневник. Страниц 40 даже хватит, может больше. Чем больше, тем лучше. На последнюю страничку пишите число, например, 0, 2, 12, 17. Я решил сделать за год вот эти цели. Я хочу первое — сделать это. Я хочу второе — сделать это. Конкретно в цифрах. Типа, если вы говорите, ну, я хочу путешествовать. Это не то. Вы должны написать «Я хочу в Сингапур», «Я хочу в Лос-Анджелес», «Я хочу в Кингисепп», блядь. Друзья, конкретно написали 5 своих целей и начинаем по ним просто работать. Но многие недооценивают это. Многие считают, что «Ну и напишу я, и что?» Да это ничего не изменит. Друзья, в 2000... далёко в 2014 году я... Безусловно, он очень глупенький. Там есть моменты, которые абсолютно не соотносятся ни к какой логике. Ну, я уже рассказал про этот фильм, он называется «Секрет». В этом фильме есть такие, типа, волны, которые вы думаете, они всё создают за вас. Это неправда. Ну, скажем прямо, это пиздёж. Я же всё-таки за то, что мы о чём-то много думаем, мы это рисуем, мы это всё берём. И мы, когда об этом очень много думаем, мы начинаем очень усердно над этим работать. Например, я ежедневно просыпался и рисовал баскетбольные кроссовки Nike Birdank 11. И многие подумали бы, те, кто смотрели фильм «Секрет», мол, Дэн, ты их завизуализировал, и поэтому они оказались у тебя в руках. Ну, я тут очень сильно люблю спорить, потому что я объясняю. Друзья, я визуализировал, но я ежедневно говорил «Мам, ну мам, вот это самое, свои 16, 15, 14 лет, мам, ну мам, ну я хочу кроссовки, ну купи». Они стоили 6700 рублей на тот момент, когда у меня мамы была зарплата, ой, простите, когда у меня мамы была зарплата в районе, наверное, 1015, понимаете, месячная, ну, половина месячной зарплаты. Ну, если не ошибаюсь, опять же, может, 20 был, но были кредиты постоянные вот эти, которых я сейчас, мать, уже отучил. То есть, понимаете, да, как это все происходило? Ежедневно напоминаешь матери, и в один момент мы поехали в такой славный город, как Псков, это рядом с сапочкой, в которой я жил, и приобрели мне кроссовки. Счастья моему не было предела. Но именно в этот момент, в эти 14-15 лет я осознал одну очень-очень крутую истину. Друзья, нам нужно думать конкретно о какой-то цели, чтобы ее добиться. Я не знаю, кто вы сейчас, я не знаю, что вы сейчас слушаете, но, пожалуйста, если вы хотите чего-то добиться, просто возьмите и сначала напишите это на бумажку. Окей, мы это сделали. Чего нам двигаться дальше? Дальше нам нужна идея вместе с вами. Нам нужна идея. Мы должны думать о том, как было бы круто этого достичь. И к нам придет идея, которая позволит нам этого достичь. Я не знаю, когда, честно. Я не знаю, когда. Может быть, эта идея придет сейчас. Вот вы прямо вот сидите. Окей, я хочу себе камеру крутую. Как я могу ее получить? А, окей. Я пойду и подработаю тут-то, тут-то, получу это. Или, может быть, я займусь хоть чем-нибудь и смогу это, там, на этом заработать и купить камеру. Окей, я пойду, украду ее. Вариантов миллиарды. Серьезно. Вариантов, как можно получить цель, которая является предметом ваших вожделений. Множество. Вот таких вариантов огромное количество. И главное просто каждому осознать, что у вас в каждой жизненной ситуации будут моменты, когда вам действительно нужно будет искать эти варианты. Если, знаете, вот самое смешное, что 99% людишек самообманывают. Они обманывают сами себя. Они просто руками закрывают свои глаза и говорят, друзья, я, как бы, вот эти все мои мечты в детстве. Но это были шутки. Это же не всерьез, я думал. Нет, вы думали об этом всерьез. Просто вы себя обманываете. Вы думали очень даже всерьез. Просто после первой неудачи вы сдались. И почему я говорю, что данный ролик будет полезен для людей до 18 лет? Друзья, в 18 лет мы, как правило, поступаем в вышку. Некоторые в 16, ну, либо в среднюю, не столь важно. Мы поступаем учиться. И нам нужно понимать, задать себе конкретный вопрос прямо сейчас, если тебе до 18 лет идешь учиться. Если ты пойдешь на эту профессию, ты сможешь работать по своей специальности и получать удовольствие. Конкретный вопрос. Когда я себе задал вопрос, я пойду учиться в Волгавк. Волгавк – это Великолуцкая государственная академия физической культуры и спорта. Я поступал туда, имея по биологии, там, баллы, ну, за ЕГЭ хорошие, тройку за год. По физкультуре я имел четверку за год, при том, что физические данные у меня были одни из лучших в классе. И там, что у нас еще был, русский был нужен. Я его сдал тоже посредственно. Меня взяли, по сути, по блату. Спасибо Андрею Беляеву, моему тренеру, который мне помог это все сделать. Он просто меня так вверх протащил и меня взяли. Плюс у меня хорошие были физические данные, именно когда мы приехали их защищать, я хорошо себя показал. Но, понимаете, я когда поступал, у меня был такой вариант. Многие не, ну, я много очень не рассказывал на стримах, почему я поступал, что было 9 лет я играл в баскетбол. 9. Начиная с 4 класса, то есть 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ну, скобочкой, 12 первый курс. И уже после первого курса я уже перестал. Ну, так, знаете, поигрывал, но это не то. То есть даже, по сути, ну, 9, да, 9, 8, 9 лет. И знаете, я когда поступал, я знал об Волгавке только одно. Там играют очень сильные баскетболисты. Одни из сильнейших в России. Они были на тот момент топ-3 в России по уличному. И топ-чемпионы Северо-Запада. И среди остальных там они очень круто играли. Не помню, насколько круто. То есть я конкретно сейчас вам сказал, как они круто играли. Я понимал, что это то, о чем я мечтаю. В Апочке я ежедневно тренировался по много часов. Отдыхал, когда хотел. Поступил в Волгавк. Пошел сразу же учиться. И знаете, нас начали учить не как баскетболистов. А нас начали учить как преподавателей физкультуры. Я задал себе тот же самый вопрос, который я только что задал вам. Буду ли я счастлив, если я не смогу играть в баскетбол на высоком уровне. Если я не попаду в баскетбольную команду. Если вдруг что-то пойдет не так. И я понял, что нет, я не буду счастлив. Я не смогу быть преподавателем физкультуры. Я не смогу быть тренером. Во-первых, это связано с зарплатой. Во-вторых, это связано с тем, что мне придется быть постоянно в общении с людьми. А это было на тот момент очень тяжело для меня. Сейчас уже как-то полегче. И знаете, скажу даже больше. Общения начинает не хватать. Нужно общаться, иначе я славлю такой депрессняк, с которого не выйду очень много месяцев. И поэтому и помогает данный дневник, наверное. Дневник Швепса. Может, это и будет такое название. Когда я понял это, вот именно то, что я не буду счастлив, как если я не смогу играть в профессиональном баскетболе, я начал ебашить просто очень жестко. Я начал ежедневно ходить на тренировки. Я приходил раньше очень сильно и не ломался. Знаете, когда многие там уставали, они не шли. Я шел просто с синими ногами тренироваться. У меня просто по всему телу, у меня... Ну, на тот момент я был просто весь в псориазе. Потому что псориаз обостряется в некоторых моментах. То есть первое, это потливость. Когда вы очень много потеете, вам очень важно мыться. И в этот же момент, когда вы потеете, у вас кожа соленая, она начинает сушиться из-за этого очень сильно и щипать. Ну, это очевидно. А псориаз – это болезнь, при которой кожа сухая. И она из-за этого еще больше сушится. Помимо этого, псориаз еще просто из-за нервов. Прежде всего из-за нервов. А когда вы просыпаетесь в 5 утра, пробегаете 4 километра, это я рассказываю свой типичный... Я рассказываю свои первые 3 месяца в Волгавке. Вы просыпаетесь, 5 утра, бежите вокруг Волгавка. Там огромный круг по набережной, 4 километра. Там общага и спортзал рядом. Прибегаете к 6. Быстренько берете шмоточки. К 6.30 доходите уже до спортзала, точнее к 6.10. К 6.20 мы успеваем переодеться. 10 минут мы одни в зале кидаем. К 30 уже подходит вся команда. К 40 все начинают кидать. И потом у нас тренер дает задания. То есть, например, сегодня нам нужно попасть столько бросков, столько бросков, столько отсюда, столько отсюда. Попадаем. Можете просто покидать, можете пойти на пары. Я шел, кидал, кидал. Просто в наушниках кидал, кидал. Также были очки для ведения, которые позволяли не видеть мяч. Я двумя-тремя мячами водился. То есть, очень удобная тема. Развитие было колоссальное. Нервное напряжение было колоссальное. И я знал, что я иду к этой мечте. И знаете, если бы я не сломался, может быть, это и получилось. И к чему я говорю. Мы не проиграем, пока мы не сдадимся. Мы не проиграем. Мы никогда не проиграем, пока мы не сдадимся. Пусть мы будем ползти к победе. Мы будем иногда чуть-чуть брать отдых, но после этого рвать еще больше с двойной силой. Главное понимать, что если... У нас пути назад нет. Если мы выбрали идти к своей мечте... У меня была мечта стать баскетболистом. У кого-то может быть мечта стать психологом. И вы просто сели в какую-то психологическую книжечку, которую вам нужно прочитать, чтобы понять некоторые аспекты детской психологии или взрослой. Вы сели, и вы прочитали два страниц. Какая, ну, дятина. И вы должны просто понять, нет, это моя мечта, я хочу быть лучшим психологом на планете. И вы просто сели и просто эту книгу с залпом прочитали. Если бы каждый так человек не сдавался и просто ежедневно вот это делал, 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 каждый обладал бы своей мечтой. Я в этом уверен на 100%. Почему я уверен, сейчас расскажу. Я в один момент проснулся и понял, я не хочу вставать, я устал. Я лег спать. Проснулся. Проснулся в 12 часов. Пропустил пары. Подумал, ничего страшного. Если завтра точно пойду. Пошел на вечернюю тренировку и подумал, что, ну, не было меня на утренний. Ну и ладно, тренер ничего не скажет. Андрей Беляев был один из тех людей, мой тренер, это что он не был каким-то человеком, который говорит, ну, то есть, если, например, я бесконечно ходил на тренировки без пропусков и очень круто на них работал, это абсолютно не важно. Важно то, что ты должен был прийти на утреннюю и на дневную, то есть, должен быть на всех тренировках. Если нет, ты будешь пахать так же, как и все. Наказание у нас было площадки. Площадки это, то есть, представим ситуацию. Есть баскорбольная площадка, вы бежите до конца площадки и назад. Это одна площадка, так называемая. Потом туда, назад, вторая. И мы бегали по 8 площадок за каждый пропуск утренней тренировки. Я пришел на вечернюю, пробежал 8 площадок, понял, что это очень трудно и больше пропускать нельзя. Вот занимался на вечерней, сил уже не было после 8 площадок, было очень тяжело, но я пошел в качалку, перетренировал себя, проснулся утром и знаете что? Правильно, я опять пропустил утреннюю тренировку и утренний бег. Так продлилась неделю, потом я решил пропустить и вечернюю. Потом мне стало очень грустно, как и очень часто бывает у этих психопатов, социофобов, как и я на тот момент. Я просто очень сильно поглотился в себя, скачал очень много музыки, гулял бесконечно, именно гулял, надевал на спортивке, надевал куртку, наушники и бродил по городу, просто гулял, слушал музыку и думал о том, как же все хуёло у меня. И знаете что? Вместо вот этих соплей и нытья, если бы я выбрал просто в сука встать и пойти, скорее всего, я сейчас не сидел бы тут, я бы играл в баскетбол на высоком уровне. Просто, ребята, нам каждому нужно понять, что нам дают огромные, нам жизнь дает огромные-огромные препятствия по достижению своей мечты. Безусловно, у кого-то есть возможности эти препятствия передалить деньгами, у кого-то просто сильнее физуха, у кого-то есть возможность просто хорошо общаться с кем-то, то есть у каждого есть свои плюсы и минусы, но каждый может просто взять и через все эти препятствия перешагнуть. Достаточно просто захотеть. Раньше я смеялся над фразой «Было бы желание», теперь я ее использую в своей жизни как основное, ключевое. Было бы желание, и мы бы достигли всего того, чего бы мы хотели. Я мечтал быть баскетболистом, и в один момент я просто сдался. Я хочу, чтобы никто из людей до 18 лет, которые слушают данный ролик, никогда бы не допустил моей ошибки. Я хочу, чтобы, если вы хотите чего-то добиться, и вы после 18 лет, это та стадия, в которой, ну, 18-16 лет, это стадия, в которой вы выбираете свой путь. Вы выбираете то, кем вы хотите стать. Вы можете ошибиться, вы можете просто выбрать какую-то профессию банальную, подучиться на нее и работать по ней. Но я же говорю о той профессии, идя на которую, вы будете улыбаться, занимаясь которой, вы будете понимать, это мое, это мое дело. Я вот ради этого живу. Мне это в кайф. И почему же я говорю, что со временем я понял, что я тот момент неправильно сделал. После того, как я забросил баскетбол, начал очень редко ходить на тренировки, два человека, которые жили со мной, честно скажу, редкостное уебище. Они такие были пидорасы, я с ними даже не общался вообще. Они ежедневно играли в Warface за 4 утра, мешали мне спать. Я просто в уши вставлял затычки, и все равно было не уснуть. Они все равно орали после каждого килла сделанного, понимаете, насколько это было жестко. То есть это вот, это ад был, я вам гарантирую. И вот после этих людей, как было? Один из них съехал, потому что ушел в армию после Нового года. Второй человек съехал, потому что не хотел жить со мной, потому что мы с ним не общались. Я вообще ни с кем не общался в комнате. Я начал жить один после Нового года. У меня был интернет, я жил один, и у меня была Дота. Вы, скорее всего, понимаете, что в этот момент началось. В этот момент началось вставание по будильнику в 8 утра, когда все шли на пары. Я с 8 до 9 играл в Доту. То есть проснулся, я слышу, как все собираются, ходят. Я с 8 до 9 играю в Доту. Я никого не спрашивал, хочу ли я этого или нет. Точнее, можно ли мне это делать или нет. Я просто вставал и играл в то, что мне нравится, в том, чем я хотел быть лучшим на тот момент. И знаете, я играл только на одном герое. Я играл на Веспе, потому что я хотел стать лучшим на этом герое. Я просто ежедневно просыпался и думал, я хочу играть больше на нем, я хочу быть лучше на нем. Прошел день, то есть до 9 часов я играю, в 9 часов я иду в столовку, кушаю, после этого я иду, чищу зубы. И после этого я сажусь играть, вы не поверите, до 8 вечера. То есть с 8 до 9 мы сыграли, с 9 до 9.30 мы покушали, почистили зубы, сходили в туалет. Ну, все-таки утренние дела сделали. Сели за комп и просто отыграли до 8 вечера. Это я делал на тот момент. После того, как я выходил из-за компа, я понимал, что я очень сильно устал. Очень сильно устал. Причем, знаете, в каких условиях играл? У меня была кровать, которая упиралась к стене, я лежал на кровати, у меня была книжка, на которой лежала мышка. Большая такая книжка по анатомии. И комп была мне, ноут. Я на этом ноуте взял 5300 ммр свои, с 3700 в тот момент. Понимаете, да, как это работает? Я просто ежедневно играл по много-много часов. И каждое свое поражение я воспринимал очень горячо. Мне было очень тяжело. Гулял после луст-риков, после вин-стриков была улыбка. Но чувство пустоты после того, как я понимал, что я отказался от своей мечты, оно оставалось. Сейчас оно немножко заглушилось тем, что я добился того, что я имею сейчас. У меня есть канал на ютубе. У меня есть люди, которые меня смотрят, которым нравятся мои мысли, и которые мотивируют меня развиваться и делать подобные длинные ролики разговорные. На тот момент этого ничего не было. Я не мог даже подозревать, что я буду этим заниматься. И скажу я кому-то, что да, ребят, я стану стримером. Все посмеялись, потому что моя первая девочка Маша Белева, она в один момент, когда я дома стримил, стрим длился около 7 часов. Я стримил какую-то калибровку, если не ошибаюсь. Да, калибровочку я стримил. На тот момент у меня было 20 фпс, меня смотрело около трех человек. Один из них был мой друг. Два человека, каких-то рандомных, постоянно заходили и выходили. Я говорю, Маш, я стримлю, доделаю калибровку, приду. И я услышал такую фразу. Ты стример без будущего, все равно, зачем тебе это? Я очень сильно с этой фразой подгорел. Но я ей не сказал, потому что на тот момент я был жутким-жутким каблуком. Я просто мне стало очень тяжело. Я просто продолжил стримить. Закончил калибровку, пришел к ней, мы начали ссориться. Ну, впрочем, что новое. Лишь факт. Ее фраза вот эта, она настолько сильный пинок под жопу дала. Это в очередной раз доказывает, что нельзя всегда использовать в методах... Нельзя использовать как метод для улучшения себя как стримера или как кого-то там, кем вы хотите стать, только пряник. Нельзя себя гладить по головке и говорить, ну, я хорош, я делал сегодня много. Иногда нужен такой мотивационный пинок под жопу, мол, ты бездарность, ты должен... Ты просто бездарность, ты будешь им. Именно такие моменты мотивируют нас вставать лучше. Я гарантирую, если бы не она, я бы не продолжил стримить по 8 часов для трех зрителей. И многие говорят, Дэн, вот я хочу начать стримить, вот с чего мне начать? Дэн, я хочу стать проигроком в доту, с чего мне начать? Дэн, мои родители против моего увлечения, что мне делать? Ребят, если вы бы реально хотели бы заниматься любимым делом, играть в доту, может быть, заниматься спортом, может быть, рисовать, все что угодно. Я не знаю, сколько, может быть, даже нравится вам, не знаю, улицы подметать. Вот вы хотели бы этим, мои родители были бы против, потому что дворник непрестижная профессия. Вы бы пошли этим заниматься, если бы вы хотели. Но вы не настолько сильно хотите, вы боитесь сами себя, вы боитесь своего внутреннего голоса. Вспомните себя в 10 лет, вспомните себя в 9, в 8. Если я вспоминаю себя, я помню, как это у меня было в тот момент. У меня был один друг, который жил от меня далеко. И были рядом знакомые, и была Жанна еще, Яковлева, которая была подружкой, но она была именно подружкой, которая прям, ну, просто с ней было круто. Но не лучшая подружка, сейчас она просто лучшая, но в том момент она была не лучшей. И все, единственный человек, с которым я разговаривал, это я сам, это был внутренний голос. И мы, когда были детьми, мы были одни из, мы, наверное, были настолько объемным ватманом, на котором можно было так много написать, но почему-то мы боялись это делать. Почему? Потому что мы маленькие. Но когда мы взрослые, мы этот ватман уменьшаем, но писать мы можем больше. Что нам мешает вернуться в детство и начать заново слушать свой внутренний голос, чтобы написать историю самому на этом огромном ватмане, который станет огромным только тогда, когда мы начнем говорить своим внутренним голосом? Надеюсь, я обоступно объяснил, что, ребята, вот сейчас просто попробуйте, вот снимите наушники и скажите сами себе, например, просто подумайте о чем-то, например, как было бы круто, если бы у меня что-то получилось, что-то это ваше что-то. Попробовали? И вы теперь понимаете, что это голос, вы его забыли, как он звучит, вы забыли, как он звучит в вашем голове, потому что вы уже давно с ними общаетесь, вы слушаете музыку, вы смотрите фильмы, вы ходите в рутине, вы забыли, как общаться с самим собой. А именно это главная концепция развития. Зачастую, когда мы читаем книги, люди считают, что мы просто смотрим глазами и мозг воспринимает информацию. Но когда я читаю, может быть у меня одного, так может быть, нет, я слышу свой голос. Я слышу свой голос, который рассказывает мне интересную историю из какой-то книги. И почему я считаю, что чтение это один из самых важных постулатов для развития? Чтение это внутренний голос, который рассказывает нам интересную историю. И появляется ощущение, что не кто-то нам рассказывает, а именно мы сами из себя берем данные слова. Авторитетность автора уже не так важна, когда нам диктует именно этот человек, который в нашей голове. Это еще один из поводов читать как можно больше. Особенно я вам советую это психологию и эзотерику. Прошу прощения, упала как раз моя эзотерика, кто заплачет, когда ты умрешь, которую я купил для матери. То есть, ребят, если бы каждый из нас пытался мыслить так, что его мечта абсолютно реальна и не сдавался бы, пока бился бы головой об плотный-плотный бетон перед вашей мечтой, который реально пробить, если бить очень больно и очень сильно бить. И бить до момента, пока бетон не пробьется, а он пробьется рано или поздно, потому что он пробьется. Каждый из нас может достичь своей мечты. Если бить очень сильно, то мы пробьем. Если вы сдадитесь, то очевидно нет. И как один из очень мудрых философов сказал, искушение сдаться велико тогда, когда мы уже почти достигли цели. Это должно нас мотивировать каждый раз, когда мы думаем, когда у нас появляется хоть малейшая мысль о том, что пора сдаться, пора перестать стараться, пора перестать делать то, что я делаю. Это не имеет никакого смысла. Когда вы говорите так, вы себя обманываете. Вы должны это понимать. Обманывать себя очень плохо, потому что... Знаете, очень грустно понимать, что есть люди, которые боятся смерти. Потому что... Что такое физическая смерть? Это вы умираете. Вам, скорее всего, будет очень плохо перед смертью. Вы ляжете в могилку. Не ляжете, вас положат в могилку. Кого-то кремируют, кого-то закопают. Мы просто исчезнем как биологическое существо. Это я говорю как человек-агностик, который считает, что... Ну, я не видел Бога, не могу в него пока что верить. Чего в этом страшного? Страшно последний миг. Ну, да, это страшно, это больно. Но это ждет каждого. Но, по-моему, куда страшнее смерть при жизни. Это когда вы сидите и понимаете. Я проебал то, чего мог достичь. У меня было с детства призвание рисовать. Но я почему-то пошел бухгалтером. У меня было призвание быть лучшим оратором. И я почему-то решил пойти разгружать вагоны, потому что мне нужны были деньги. И я остался на этой рутине. Друзья, если вам сейчас до 18 лет... Вы себе уже задали этот вопрос. Будет ли вам кайфово с вашей профессией? Если нет, попробуйте найти то, что вы хотите делать. Это не повод прямо сейчас бросать учебу. Это не повод забирать документы. Потому что не каждому человеку дано познать то, что можно жить и не учаясь. Можно жить хорошо, чувствовать себя гармонично, не закончив вышку, не закончив среднее. Причем огромное количество людей, великих, не заканчивали вышку. Они не заканчивали среднее. Многие даже не закончили 11 классов. Они это сделали не потому, что они хотели создать какую-то тенденцию для бездельников, которые говорят, да блядь, да все, кто закончит, да я гением стану, я с 9 класса ушел, да я гением стану. Это говорят бездельники. Потому что они ушли с 9 класса зачастую только ради того, чтобы не учиться в 10-м и 11-м. А действительно умные люди бросают учебу ради того, чтобы заняться любимым делом как можно раньше, чтобы не тратить вот эту идейность свою детскую, которая еще не угасла в голове. А гаснет она довольно-таки рано. Годам 27 вы поймете, блядь, так я уже полжизни почти прожил. И что-то уже, я уже не ребенок особо. А быть ребенком, это самая-самая крутая роскошь, о которой может каждый настолько мечтать. Еще недавно мы, огромное количество моих слушателей сейчас, и я сам, бегали по улице, не думая о том, как будет завтрашний день проходить. Мы думали только о том, как было бы круто попасть по кому-то снежком, или, ну понимаете, детские заботы. Или когда я приходил домой, ох, как бы быстрее поиграть в компьютер. Ну, у меня так было, это так было бы так приятно. И понимаете, эти мысли уже прошли. Мы сейчас мыслим как-то более замкнуто. Мы уже не считаем то, что эти мысли о снежках, они были нормой. Мы почему-то их воспринимаем как, как я могу об этом думать. Этот детский разум, он самый чистый и самый правильный. Я считаю, что дети, они, именно, мы должны научиться быть детьми, чтобы достигать чего-то великого. Но, опять же, я остановился на том, что я ежедневно играл по с 8 до 9 вечера, примерно до 10. Раз в три дня я ходил в ванну, именно в душ, в лгавке, именно в общаге. Почему именно раз в три дня? Потому что именно раз в три дня были тренировки, в которых и футболисты, и баскетболисты, и гонболисты, и волейболисты были на тренировках. И я бы никого не встретил, чтобы не спросили, почему они на парах, почему они на тренировках, чтобы не было вопросов, потому что каждый вопрос оставлял бы меня чувствовать то, что я отказался от своей мечты, и мне было очень тяжело в этот момент. И я выбрал для себя такое время, чтобы просто абстрагироваться от той ситуации, в которой я оказался. И понимаете, насколько это смешно, ходить в ванну в те дни, в душу в те дни, когда ты точно не встретишь никого из тех людей, которых ты боишься встретить А страх действительно был, это уже начало называться циофобией, когда действительно боишься встретить людей Мне было очень страшно Спустя некоторое время я понял, что так дело не пойдет Я пошел сдавать экзамены, сессия, сессия, начались проблемы, начались нервы, девушка, ну а дальше по накатанной Но, я думаю, это не столь важно Важно то, что все вот это время, около 4 месяцев, которое я потратил на эту доту, в одиночке, очень редко кушая, очень редко... То есть в анабиозе, если можно так назвать, это был сон Я как будто спал все это время, я никого не слышал Оно стало переворотным в моей жизни Если бы я эти самые 4 месяца так же, с таким же упорством тратил бы на баскетбол, поверьте, я бы сейчас здесь не сидел Я бы сейчас играл в какую-нибудь одну из лучших команд России А может быть и не только Россия Просто нужно понимать, что наши мечты, они нам дают такие рофлики Рофлики Они дают нам такие вещи, через которые нам нужно переступать Подножки ставят постоянно Если вы... То есть, то, очевидно, от всех подножек к ней вернуться Вы можете вернуться от одной, от второй Но если вы спотыкнетесь, чем быстрее вы встанете, тем быстрее вы достигнете своей мечты Я надеюсь, что этот разговорный ролик просто... То есть, этот разговорный ролик должен был вам дать какие-то эмоции Которые позволят вам прямо сейчас взять и задуматься А тем ли я сейчас занимаюсь Если все-таки не тем, это повод что-то сделать иное в своей жизни Если вам все-таки интересна какая-то литература, которая может вам помочь Напишите, я вам скину список литературы, которая помогает мне на сегодняшний день Если же вы все-таки тем занимаетесь Друзья, я вам... Мы чувствуем одно и то же чувство сейчас Мы вместе чувствуем с вами гармонию Если вы кайфуете от своего дела И понимаете, что вы выбрали правильный путь в своей жизни Это очень редко бывает В основном люди бегут, ежедневно бегут, торопятся Занимаются рутиной Когда действительно, прежде всего, важно прожить жизнь так Чтобы после смерти кто-то заплакал